Всем привет, с вами Андрей Санар, и сейчас я буду снимать очередную новиночку от Тайм Триала. Ну как сказать новиночку? Это эволюционное развитие старого доброго каяка Самурай. Каяк Самурай удивительное плавсредство. Оно сделано из специального материала AirDeck, поэтому не похоже ни на одну надувную лодку. Конструкция Самурая была полностью переработана, и сейчас я продемонстрирую обновленную лодку. Субтитры делал DimaTorzok Лодка собрана, посмотрите какая красавица. Длина лодки 4 метра 60 сантиметров, ширина лодки всего 75 сантиметров, А это означает, что она будет очень быстрой. Обратите внимание, что штевни заглублены вниз, а это значит, что они будут отлично работать в деле улучшения курсовой устойчивости. Высота оконечностей 60 сантиметров. Такая высота обеспечивает очень высокую мореходность. Очень просторный кокпит. Удобные широкие сидушки типа фиштрон. Много места для пассажира и капитана. На носовой и кормовой оконечностях установлены полудеки с резинками для фиксации груза. По бортам идет леерная обвязка. Сидения регулируются по наклону спинки и по продольному их размещению. Ну давайте опробуем эту байдарку на воде. Много места для пассажира. Ох, а тут рыба плещется. Конструкция с развитыми заглубленными рчтевнями себя явно оправдывает. Лодка на курсе держится просто великолепно. Повороты даже осуществлять не так просто, как на плоскодонках. Разгоняется моментально. Да, по сравнению с обычными рыболовными каяками, это день и ночь, конечно. По динамике, по легкости хода. Все-таки 75 сантиметров ширина. Это не метр и не метр десять. Большая длина 4,60. Штевни, которые вообще позволяют ни о каком подруливании не думать. Шикарно, шикарно. Попробуем измерить скорость. 2,7, 4,1, 4,5, 5,2, 6, 6,7, 6,8, 7,2, 7,1, 7,2. Так, спокойненько, иду 7,2. 6,9, 7,2, 7,1. О, здорово-то как. 7,2. Для подготовленного это может быть крейсерской скоростью. 7,1, 7,2, 7,3. Великолесно. Это весло называется звездочка. Очень простое, очень легенькое. За это я его и люблю. Лопасти гибкие, но прочные. Самое главное, оно легкое. Вот сейчас я еле-еле грибу. И скорость уже 5. Вообще еле-еле грибу. 5,1, 5,3, 5,1. Вообще просто ленивыми движениями. Вот такими вот, легенькими. Поддерживаю скорость 5 км в час. Очень комфортная в гребле байдарка. Очень. Достаточно большой вес комплекта. Около 25 кг. Ну, это почему? Потому что, во-первых, лодка большая. Во-вторых, материал эрдек сам по себе тяжелый. Что такое эрдек? Это два слоя тысячи сотки ткани, соединенные нитками. Это самое ниточное плетение. Оно почти ничего не весит. Но все-таки два слоя по 1100 грамм на метр. Это значительный вес. Но это еще к тому же и прочность. То есть лодка получается прочная. Лодка получается быстрая. И очень-очень важно то, что лодка красивая. Немногие лодки могут похвастаться своей красотой. Чаще всего они более утилитарны, чем красивые. Обычно с цилиндрическими баллонами. У них классический вид надувастиков. У лодок, сделанных из этого материала, внешний вид, как у дорогих пластиковых каяков. Это очень ценно для тех, кому немаловажен внешний вид. Это один из примеров, когда лодка может служить модным аксессуаром. Выйти на такой байдарке на воду, это в том числе показать свою статусность. Хорошая, дорогая, качественная, отлично выглядящая лодка. Обратите внимание на ширину кокпита. Вся лодка шириной 75 см. Бортик 10 см. Ширина кокпита 55 см. В то время, как у обычных каяков с цилиндрическими баллонами, ширина обычно 40 см. Здесь же 55 см. А это значит, что можно загрузить много груза и самому комфортно расположиться внутри кокпита. Это одно из самых важных преимуществ лодки, сделанной из панелей АРД. Еще стоит обратить внимание, что я не стал сейчас лодку накачивать до положенного АРД-чного давления, которое считается положенным в одну атмосферу. Накачал всего 0,6. И этого более чем достаточно. Лодка жесткая, не прогибается, не сгибается, держит свою форму. Возможно, стоит провести эксперимент. Если я сейчас порыбачу, и солнышко еще к тому времени не уйдет за горизонт, то я этот эксперимент проведу. Вот что это за эксперимент. Я накачаю лодку давлением 0,2 атмосферы. Посмотрю, как у нее с жесткостью. Если не хватает, накачаю 0,3. И, в общем, определю минимальное давление, на котором лодка из АРД-ка может спокойно эксплуатироваться. Мне кажется, что оно будет где-то 0,3-0,35. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, начнем эксперименты, о которых я говорил. Это насос Браво БП-12. Он автоматический, то есть останавливает накачку при достижении выставленного давления. Вот сейчас стоит давление чуть меньше, чем 0,6 атмосферы. И это вот на этом давлении мы катались. Сейчас я сброшу давление в днище и в бортах. Лодка стала мягкой. Теперь выставляю давление, ну вот, скажем, 0,3. Это давление, которое достигается спокойно с помощью накачки обычным ручным или ножным насосом. Не насосом высокого давления. Теперь во всех отсеках лодки давление 0,3. Это считается низким давлением. И сейчас посмотрим, как лодка будет вести себя на воде на низком давлении. Я в нее сел. Изломов нигде никаких не вижу. Форма у лодки осталась той же. Никаких деформаций. Удивительно! Удивительно! Эта лодка сделана из панелей высокого давления, из эрдека. И сейчас в ней 0,3 атмосферы. И она также прекрасно идет, как и на 0,6. Вот террас. Значит, этой лодке не нужен насос высокого давления. На низком давлении открываются интересные перспективы. Например, чем ниже давление, тем прочнее лодка на прокол, на пробой. Потому что она при столкновении с препятствием отыгрывает и не пробивается. Не, ну как здорово! Как здорово! Это даже какое-то открытие для меня, как для испытателя. То, что лодка из эрдека преспокойно может эксплуатироваться на низком давлении. Я хотел последовательно, там 0,3-0,4 найти, где вот это давление. А вот сейчас надуло 0,3 и уже сразу все хорошо. Можно на 0,2 попробовать, но это смысла не имеет. Потому что давление в 0,3 атмосферы достигается любым вообще насосом. Ну, кроме мешка насосом. Лягушкой, поршневым обычным. Так, все. Сейчас уже темнеть начнет. Мне еще собираться надо. Цикл испытаний, я считаю, лодка прошла на ура. Ставлю ей 10 из 10. Отдельный плюсик за то, что она может эксплуатироваться на давлении куда более низком, чем рабочее давление эрдека. Самурай, например, так не мог. У него конструкция другая. И ее вот в этом месте при низком давлении ломало. Здесь я прыгаю, прыгаю. И ничего, даже никаких ни складочек, ничего. Вот так вот. Самурай. Модель 2021 года. Может быть ее назвать Самурай Эва. Так же, как у нас эволюционировал же фишкояк. Из обычного на базе Ветерфлая. Совершенно новый оригинальный корпус. И стал он фишкояком Эва. Который на голову лучше всех других фишкояков. То же самое и здесь. Можно, наверное, назвать его Самурай Эва. А может быть, просто Самурай оставим. А тот напрочь сразу снимем с производства. Вот я хотел сейчас к берегу, вот туда вот грести. А развернулся и пошел в другом направлении. А почему? А потому что нравится мне эта лодка. Нравится на ней грести. Удовольствие получаю. Используйся в другом направлении. Субтитры делал DimaTorzok Спонсор нашего сегодняшнего передвижения Хозяйственная тележка Хазуся Кроме шуток, хорошая тележка Готово! Взяли и поехали Итак, новый самурай испытан Испытан более чем успешно Я считаю, что за этим самураем будущее С вами был Андрей Санар Подписывайтесь на мой канал Подписывайтесь на канал Тайм Триала Ставьте лайки, если понравилось Ставьте дизлайки, если не понравилось Нажимайте на колокольчик Чтобы не пропустить новое видео С вами был Андрей Санар Всем пока!